Сакролит или боль в области крестца. Одна из самых тяжелых проблем в области таза, поясницы, когда человек испытывает постоянную хроническую боль в области нижней части спины. Возникает иногда из-за генетических проблем, таких как болезнь Бехтерева или травматических. Но в 70% случаев это связано с механически неправильной работой этой области, когда кости таза, крестец неравномерно принимают нагрузки и травмируют друг друга. А сакролит это когда идет уже воспаление внутри этих костей. Болезнь очень тяжелая, тяжело поддается к лечению. Мало того, много стран, которые признают их полностью, эту болезнь неизлечимой. Но эта болезнь лечится. И прежде всего она лечится, когда мы ее уводим в стойкую ремиссию. Для того, чтобы справиться с сакролитом, человеку нужно понимать, что ее нельзя вылечить быстро. Все попытки вылечить быстро всегда заканчиваются острыми и сильными нарушениями во всем организме. Самая частая ошибка, которую проводят, это вводят в область поврежденных суставов кортикостероиды. За 2 недели, за месяц таких процедур вы не добьетесь стабильного результата. И эта информация будет полезна для врачей в том числе. Вторая ошибка, это когда пытаются стандартами нестероидными противовоспалительными за 10 дней тоже избавить от этой проблемы. Человеку, если и станет легче, так только на пару часов или дней. Основная методика, когда мы лечим сакролит, это восстановить нормальную биомеханику, чтобы эти суставы не травмировались. Сделать так, чтобы они держались и двигались в нужных амплитудах. Раз. Второе, это нам нужно убрать оттуда воспаление. Это асепатическое воспаление или травмокулярный отек, это воспаление кости. По сути, сама кость, она выглядит как губка или как пенза, обычная бытовая. Она пористая и заполняется достаточно длительное время вот этими воспалительными клеточками. И для того, чтобы нам оттуда нужно убрать ее, нам нужно потратить в среднем от полугода до 2-3 лет. И да, мы можем использовать нестероидные противовоспалительные, но нам нужно использовать их на протяжении всего этого периода и в минимальной дозе. К примеру, если мы используем для лечения воспаление, мы должны уменьшить дозу в 3 раза, но растянуть ее в минимум в 4-5 раз длительность приема. Тоже пациенты, которые столкнулись с неэффективностью сакроэлита и считают, что болезнь неизлечима, знайте, что можно справиться с ею. Поэтому сначала нужно скорректировать, зафиксировать таз в правильном положении, избежать максимальной травматизации. После этого нужно не спеша убирать оттуда воспаление. Дополнительно используется физиотерапия, но ошибка использовать не какие-то парафины, не использовать какие-то глупости, которые там никакого влияния не оказывают, а использовать непосредственно препараты, в частности калийнидит, которые убирают оттуда тот табликулярный отек, который происходит. Электрофорез это когда мы берем 2 электрода плюс-минус, мы пропуская ток, можем положить сюда лекарство, которое пройдет сквозь все туловище на этом промежутке и остановится в самой твердой части нашего тела. Это кость. Поэтому этот метод очень хорош. И потом уже, когда все окрепнет, нужно будет делать зарядку. Не спешите с ней, потому что она же может травмировать. Сакролеид – излечимая болезнь.